Прогнивший и проржавевший железный мостик на Народном проспекте провалился под тяжестью самосвала, в результате чего он прилег на бок. Будни строителей однообразны и рутинны. Каждый день ничем не отличается от предыдущего. Ваяют новые и реставрируют старые объекты. Этот день для рабочих, восстанавливающих тоннель по Народному проспекту, начался как всегда, но уже к вечеру в обыденность добавились новые краски. Крупный и мощный, груженный скальником и судзу, держал путь в сторону железнодорожных тоннелей. Свернув в аулы, самосвал от цели отделял один лишь железный помосток. Маршрут для водителя грузовика не новый и вполне преодолимый. Однако все пошло не так, когда на пути у большегруза нарисовался джип. Рулевой тяжеловесного транспорта пожелал остаться за кадром. Слово за него взял товарищ по баранке. Самосвал уступил вместо джипа? Да, выходит. Они же джипы крутые. Соответственно, сам... Ну, он же, видать, ушел, а видишь, что машина чуть назад сдала и съехал. Водитель не пострадал? Нет, вот живой. Проржавевшая конструкция моста не выдержала натиск двух авто одновременно. И под грузовиком, который встал аккуратно прогнившую балку, мгновенно провалилась вниз. Джип успел миновать ржавое ненадежное препятствие и успешно перебрался на соседнюю сторону. А у большегруза никаких путей отступления уже не было. Железный, казалось бы, крепкий мост просел под весом тяжелого Исудзу и треснул, как стеклышко. Вместе с конструкцией обсыпалась и часть насыпи. Из лежащего грузовика перекидали часть материала, что еще уцелело в кузове и не просыпалось при падении огромной махины на бок. Пришлось работать лопатами вручную, ссыпая все в огромный ковш экскаватора. Иначе никак. Какие неведомые силы держали эту прогнившую конструкцию до сей поры, неизвестно. Но, судя по степени разваленности железных опор, держался этот кусок железа из последних сил. Теперь предстоит приложить немало усилий, чтобы поднять многотонный железный Исудзу и поставить его на колеса. Мост в очередной раз подвергнется ремонтным работам. Но надолго ли его хватит снова – вопрос риторический.